Играет музыка Наш эфир будет интересен точно всем, полезен точно всем, потому что тема эфира звучит так – «Мошенники в сети». И о том, как их распознать и что делать, если вовремя не распознал, об этом будем говорить сегодня. Начну я наш разговор с вопроса о том, сколько таких преступлений зарегистрировано на сегодня в нашей республике. Так, по итогам января-февраля текущего года зарегистрировано порядка 450 таких преступлений. А в прошлом году у нас за аналогичный период было зарегистрировано около 370 преступлений. А если взять год 2021 год, то у нас было зарегистрировано около 2900 преступлений. А за прошлый год – 2300 преступлений. Но пока по итогам двух месяцев у нас идет снижение. Наверняка вы уже владеете информацией об ущербе от таких преступлений. Да, за 2021 год ущерб от таких преступлений по республике у нас составил порядка 300 миллионов рублей. Позапрошлым году этот ущерб составлял около 200 миллионов рублей. По итогам двух месяцев у нас 45 миллионов рублей ущерба. Ну что ж, мы так невнимательны. Скажите, пожалуйста, какая возрастная категория в зоне риска и какие слои населения в зоне риска? Кто больше подвержен общению вот такому вот в сторону, в кассу мошенников? Ну это в зависимости от схемы, которую применяют мошенники. Но в основном у нас в зоне риска это люди от 30 до 49 лет. Ну а потом уже в дальнейшем идут уже люди от 50 до 60 и от 60 и старше. По социальному статусу у нас в основном, соответственно, люди, которые имеют постоянный источник дохода, то есть работники по найму. И что характерно, точнее даже не характерно, это люди без постоянного источника дохода. То есть такая почему-то процентовка у нас, которые имеют деньги, попадаются, и которые не имеют деньги, тоже попадаются. Я хочу напомнить слушателям и зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны 32 00 66, 32 11 66. Торопитесь, дорогие друзья, задать свой вопрос по теме мошенничества в сети, потому что Алексей с нами только в первом блоке. Во втором и третьем блоке у нас другие гости. Мы будем говорить тоже о том, как обеспечить себе личную безопасность, но уже немножко в другой теме, в теме покупки автомобильного транспорта. Ну а сейчас пока о мошенниках в сети, и я, Алексей, хочу вас попросить рассказать о том, какое любимое время мошенников, и какие у них и такие вот уже в ходу, ходовые схемы, которые, возможно, мы даже и забываем отследить. Как правило, мошенники, люди попадаются, да, как правило, с 18, это любимое время мошенников, с 18 часов до 23 часов вечера. Это порядка у нас 36% случаев. И 32% случаев это с 10 утра до 12 дня. Что касается схем, у нас по республике несколько схем работают, с помощью которых работают мошенники. Я расскажу об основных схемах, соответственно, как уберечься, чтобы сохранить свои денежные средства. Значит, первая схема, она наиболее распространенная на слуху, но тем не менее люди все равно на нее попадаются. Это когда мошенники звонят и представляются сотрудниками различных банков. Как правило, когда звонят мошенники, они говорят о том, что на человека оформлен кредит. И для того, чтобы деньги не снялись, необходимо этот кредит заново оформить и положить на какой-то безопасный счет. Соответственно, человек переоформляет заново кредит, оформляет кредит на свое же имя и под диктовку мошенников берет, снимает деньги со своего счета в этот же вечер и ложит на счет, подконтрольный счет, который диктуют мошенники. Либо же мошенники также могут получить доступ просто к банковской карте потерпевшего. То есть, когда потерпевший называет коды, которые приходят через смс-сообщение. Вот, ну как не попасться, да? Соответственно, когда к вам позвонили и представились сотрудникам банка, сразу же необходимо прекратить разговор. С банков звонят, но звонят в том случае, когда банк предлагает какие-то свои продукты, какие-то свои кредиты. В других случаях с банков не звонят, поэтому тут же необходимо прекратить разговор. Почему люди верят, да, также, что, почему люди верят мошенникам? Потому что мошенники используют специальные средства тоже технические. То есть, они используют так называемые подменные номера. С помощью специальных программ они делают так, что, когда человеку звонят, на экране его телефона появляется номер горячей линии известных банков. Соответственно, человек верит, что позвонили с того или иного банка. На самом деле, это делает программа, и этому верить нельзя. Вот. Самое главное, наверное, в этот момент просто сказать о том, что мне нужно перезвонить в банк, или лучше я приду в банк, чтобы вот это все сделать под кураторством оператора банка. Да, совершенно верно. Да, лучше прекратить разговор и перезвонить на горячую линию того банка, с которого представились мошенники. А есть ли какие-то вот кодовые фразы, которые обычно мошенники употребляют, чтобы вот сразу уже на них у человека щелкнул, что все это мошенник, и я кладу трубку, потому что мы все равно не можем себя уберечь из того, чтобы мы не будем брать незнакомые номера, мы все равно иной раз ждем какого-то звонка, да, и можем взять незнакомый номер. Такого нету. Но мошенники, они тонкие психологи. И в данном случае, какой бы человек ни был, мошенники используют страх. То есть, когда человеку звонят и говорят, что сейчас на его имя оформят кредит, либо же сейчас его деньги снимутся с карты, человек готов на все, лишь бы сохранить эти деньги. То есть, ну, они прекрасные психологи. И, ну, таких слов нету. Еще мы поговорим о том, как могут снять деньги с банковской карты. Через некоторое время у нас есть звонок слушателя или зрителя. Добрый день. Вы слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана. Валерий Иванович Ханглазков. Валерий Иванович, я вас рада слышать. Вы мне, пожалуйста, свой контакт оставьте через режиссера. С народом. И все равно, вот как... Не слышим. А вот я говорю, что мы с Коха с вами, вот были передачи всякие, кто только не участвовал. А как люди страдали, так и продолжают страдать. Вот как все это понять, интересно. Кто только не выступал здесь и как только не защищали. А в социальных сетях все равно каждый день мошенники того обтяпали. Валерий Иванович, спасибо за вопрос. У меня свой контакт, пожалуйста, оставьте. Я вам хочу перезвонить по поводу прошлого эфира и на ваш вопрос ответить. На который в эфире не было ответа. Ну, я думаю, что мошенники, они тоже ведь как-то развиваются, да, раскручивают какие-то свои вот эти вот новые схемы. Кстати, я всегда хотела спросить, кто эти люди, как они выглядят. Вы, наверное, знаете, что это за... Ну, если такой общий портрет обрисовать. Но мы не планировали этот вопрос, я просто сейчас о нем вспомнила, что вообще, что это за люди. Вот у них какая возрастная категория, какой у них социальный статус. Было бы интересно понять. Мы сегодня еще перед эфиром с Алексеем выяснили, что есть функция такая вот в Сбербанке, на ваш мобильный банк, Сбербанк. Там есть функция, через которую, если ее не отключить, то могут тоже снять деньги. Это функция покупки через интернет-магазины. И если вы ее не отключили, то мошенники тоже могут этим воспользоваться. Для того, чтобы отключить, вы должны зайти в свой мобильный банк, в поисковике набрать покупки, строку покупки. И вас перебросит как раз-таки на вот где будет написано покупки через интернет. И вы должны эту функцию отключить. Вот я сейчас это сделала буквально 10 минут назад. И теперь я могу быть уверена, что с моей карты без моего ведома не снимутся деньги. Вот так себя тоже защитить. И, может быть, общие какие-то рекомендации вы дадите, хотя у нас еще 3 минуты, но, может быть, на какой-то из тех вопросов, которые прозвучали до того, как я делала руки-телефон. Вот буквально еще две схемы. Вторая схема – это дополнительный заработок. Мошенники скрываются под «Газпром» инвестициями, «Тинькофф» инвестиции, «ВТБ» инвестиции. То есть, если вы видите такую мощную рекламу вот этих вот инвестиционных платформ, то тоже это у нас, как правило, люди уже пенсионеры страдают, подвергаются вот этим. Вот ни в коем случае не вкладывайте деньги, вы не получите высокие проценты, которые обещают это мошенники. Просто не вкладывайте в эти платформы деньги. И третья схема заключительная – это когда на Юле или на Авито вы что-то продаете, могут позвонить мошенники, сказать, я хочу купить у вас товар, я сейчас отправлю ссылочку. Вы по этой ссылочке пройдите, свои данные банковской карты заполните, я вам туда отправлю денежку. Человек проходит по ссылке, заполняет свои данные карты, у него снимаются деньги. То есть, ни по каким ссылкам не проходите. И самое главное – не давайте данные своей карты. Это CVV-код, номер карты, дата, срок ее действия. Вот, отдав CVV-код, либо SMS-код, который приходит мошеннику, вы отдаете ключ от квартиры, где у вас лежат деньги. Вот как раз ответ на вопрос Валерия Ивановича, почему, да, не перестали, потому что мы каких-то не знаем вещей. Мы вот на что-то где-то вот так вот как-то, на какую-то удобную, комфортную цену, да, и вот можем польститься. И в конечном итоге потерять очень много денег. Жадность и страх. Жадность и страх. А страх – это вообще-то такое чувство, которое, ну, она постоянно с нами вместе. У нас осталась минута, может быть, буквально в двух словах какие-то общие рекомендации. Так, ну, по банку, по банку еще раз. У нас бывает, что люди даже попадаются по два, по три раза по банку еще раз. Позвонили с банка, не переживайте, прекратите разговор, перезвоните в полицию. Не размещайте свои деньги в инвестиционные платформы, сомнительные. Ну, и третье – не давайте данные своих банковских карт. Все, вот эти три правила сохранят ваши денежные средства. Учитесь хранить тайну, пусть будет лучше страшно выдать тайну своей линии. Владимировне Гуляевой, огромное спасибо за сегодняшнего гостя, за организацию эфира. Дорогие друзья, на две минуты мы уходим на рекламу, а в двух следующих блоках у нас другие гости. Алексею, спасибо огромное за сегодняшнюю информацию. Я думаю, она всем поможет и всем полезна точно. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Вашему вниманию программа «Якутск сегодня» в нашей студии снова люди в погонах. Начальник отделения регистрации межрайонного отделения технического надзора и регистрационно-экзаменательной работы ГИБДД МВД по республике Саха-Якутия, капитан полиции Василий Лугинов. Василий Спиридонович, здравствуйте. Здравствуйте. И Гаврил Алексеевич Протодиаконов, старший инспектор этой же службы. Я боюсь неправильно ее назвать, очень сложно. Капитан полиции. Спасибо вам большое, здравствуйте, что вы пришли сегодня в нашу студию. Мы также продолжаем разговор о том, как обеспечить свою личную безопасность. Сейчас мы будем говорить о том, как себя оградить от каких-то неправомерных действий во время покупки автомобиля. Да, время сейчас меняется, цены сейчас растут, но потребности населения остаются теми же. И все равно многие из нас задумываются о средстве передвижения, для которых для многих людей это является транспортное средство, автомобиль. И вот сегодня мы будем говорить о том, как купить в наше неспокойное время, смутное время автомобиль, так, чтобы не было проблем. Давайте я начну, наверное. Прежде чем купить автомобиль, необходимо проверить на наличие документов, а именно паспорта, транспортное средство и свидетельство регистрации. То есть эти документы должны быть на руках у продавца, получается. Сейчас многие документы в электронном варианте. Как это проверить, если они предоставлены вот так? Допустим, если продавец предоставляет выписку электронного ПТС, то необходимо проверить этот ПТС на сайте электронного ПТС. То есть указывается там номерной агрегат, то есть, допустим, ВИН-номер, и там вся информация выходит о выданном электронном ПТС. А есть ли какие-то сайты на сегодняшний день, наверняка они есть, где человек сам может проверить какую-то информацию, да, уже, и быть уверенным, что он общается не с машинником? В интернете набирается в интернете ЛПТС, да, выходит этот сайт, там уже все, то, что набираете, номерные агрегаты или так далее, вы сравниваете, вам выписку выдается. То есть тот же в Приморье еду человек, машину покупать, у него выписка выдается, и там сравните. Дата выдачи та же, да, вот эти все номерные агрегаты, ВИН-код, совпадает, не совпадает. Уже это дистанционно, через посредством интернета можно проверить. Также имеется официальный сайт Госавтоинспекции, то есть можно проверить, если машина стоит на учете, можно проверить на наличие ограничений запретов, нахождение в розыске, там истории регистрационных действий. То есть вся информация имеется на этом сайте. Можно там смело зайти, проверить, необходимо только указать ВИН-номер, либо номер кузова и шасси. Могу я вас спросить о том, как сейчас обстоят дела относительно покупки, продажи автомобилей, возрос ли интерес к этой теме, потому что сейчас понятно, что будет все меняться в нашей жизни, уже меняется, уже изменилось. Очень сейчас люди все вкладывают, транспортные средства заметно, то есть больше стало регистрационных действий у нас, транспортных средств, новых машин много, да, то есть тех же дилеров, если так, то есть тоже мы когда регистрируем, разговариваем, общаемся. И очень-очень много машин сейчас стало, ну то есть народ едет, везет, так же с Приморья и так далее, и так далее. В городе закупаются транспортные средства. Да, некоторые могут размораживать машину и приходят и живут. Бывают такие люди, которые осенью покупают, замораживают и вот по весне уже потеплело, уже обращаются к ГБДД для постановки на учет. Такие случаи тоже есть. А в чем плюс для них, вот так, если... Ну, не знаю, может быть, допустим, у кого-то горожан нет зимой, чтобы поставить машину и вот так. Ну, кто-то не успел просто, не успел. У нас зима быстрая пришла, резко, да, уже в октябре. Кто-то замораживает, колеса вовремя не поменял, заморозил машину, и то есть, чтобы пока сейчас потеплело, весна наступает, люди размораживают машины, и у нас они должны пройти осмотр транспортного средства уже, собственно, в совом ГАИ. Кроме техосмотров, у нас осмотр транспортного средства. Вот мы сравниваем номерные агрегаты, шасси, кузов, вин. И кто-то вот не успевает вот этот момент вот зимой. Не успел, заморозил и уже оставляет это дело, так сказать, на весну, когда потеплеет. Вот потому вот тоже вот эти люди тоже подходят. Ну, такие люди еще могут, если у них новый транспорт, а сейчас цена подскочила на машины, да, он может тогда и через ГИБДД пройти все вот эти вот необходимые регистрации и пройдать свою машину, купить ее в два раза. Но с другой стороны, покупать-то тоже по такой цене придется по высокой. Ну, да, да, вот потому уже и цена поднялась уже, то есть, вы купили, допустим, ту же машину за 500 тысяч, она уже поднялась, но люди продают дороже, да. Ну, то есть, это все связано. Стоит ли общаться тем, кто хочет купить автомобиль сейчас через посредников или непременно нужно обращаться, общаться с владельцем машины? Да, категорически не рекомендуем. Надо сверить паспортные данные, кто именно продает там. Указан ли этот человек, который продает в свидетельстве регистрации, паспорте транспортного средства. Если продавец не является собственником, то лучше не заключать договор и как бы постраховать себя. Свою сделку вы рискуете своими деньгами, рискуете, то есть, какой транспорт, вот с третьего лица там, то есть, вы от собственника, как говорится, через суд там уже будут другие вопросы возникать, и искать этого человека и так далее, и так далее. То есть, все по цепочке идет. От одного, то есть, от одной проблемы то, что вы просто не купили у собственника, даже у брата там, да, скажет, собственник сам скажет, даже не продавал, допустим. Может быть, такое. Долго не подписывал и так далее. Может ли так быть, что будут продавать машину, которая, допустим, находится в розыске, и как человеку, покупателю это понять и заранее не вступать в такие переговоры? Ну, как ранее сказал, надо сначала проверить по ресурсам, допустим, на сайте госавтоинспекции зайти, достаточно указать номер кузова, шасси, ВИН-номер, и там информация сразу выходит, то, что в розыске числится или не числится. В розыске, не розыске. И потом следующий вопрос, то есть, если и другие ресурсы, кроме госавтоинспекции, то есть, вообще, как владелец, будущий владелец транспортного средства, вы даже когда покупаете квартиру, вы тоже все проверяете, да, если прописаны там третьи лица и так далее. Также все в автотранспорте, то есть, вы проверяете по сайту, сайту федеральных судебных приставов, да, у них там также, набираете фамилии, имя, отчество, дата рождения собственника, есть ли у него долговые обязательства какие-то судебные, да, не только судебные штрафы и так далее, все может быть, да. Кроме того, есть еще у нас сайт, реестр залогов федеральной нотариальной палаты, то есть, там тоже надо проверить, то бишь, машина, она, может быть, у приставов, ее не будет ограничений, да, судебных приставов, запретов, да, никаких не судебных и приставов, но она может быть заложена в банке, то есть, человек купил в банке машину, допустим, да, вот, как пример я приведу, я купил машину с банка, не расплачиваюсь за нее, ну, как бы, восстанавливаю ПТС, иду сам, иду восстанавливаю, а ПТС лежит в банке, и продаю вам машину. Вы покупаете ее, вы проверяете по приставам, там, по нашему сайту, все проверили, все у вас отлично, но в итоге выходит так, через полгода у вас. То есть, машина никакого за них. Да, да, через полгода нет, к вам обратятся судебные пристава, скажут, а вот, человек, кредит не платит, а машина, на самом деле, находится в залоге у банка. Вот такое может быть тоже, понимаете. И вот, как мы сказали, нужно также в реестре залогов Федеральной Натериальной Палаты тоже проверять. Ну, вот, смотрите, если я покупаю, например, квартиру, да, вот, если такую параллель провести, то я это могу делать через агентство риэлторов, и там уже на них обязанность, что они все проверят. Мы вас поняли, да. А машину так же не купишь. А машины так же нет, как бы, да, то есть, такого службы. Кстати, почему вот нет у нас таких агентств, да, было бы очень удобно. Обратился уже человек в агентство, заплатил сумму, но он уже точно знает, что все проверят. Кто вообще в группе риска, вот, какая категория женщины-мужчины больше при покупке транспортного средства попадают вот в эти вот уловки, ловушки мошенников? Или такой статистики нет? Ну, в первую очередь, это, наверное, первые владельцы своего автомобиля, то есть, кто ранее не покупал транспортное средство. Они даже не знают, что нужно посмотреть, сравнить. Вот есть паспорт транспортного средства, да, там указывается у нас и двигатель, и, то есть, номер двигателя. Там указывается у нас номер кузова, если не кузов, то шасси, да, если машина не кузовная, а рамная. Либо ВИНК-коды, да, вот, на лобовом, там. Вот вообще, посоветуем, когда покупаете транспортное средство, во-первых, вообще, посмотрите в интернете, где находятся номерные агрегаты транспортного средства. То есть, под сидением, у каждого транспортного средства, оно на разных местах находится. Это все надо смотреть, сначала по интернету, проверить. Они вот так вот радостно и увидели, ой, машина красная, красивая, как женщина сделает, красивая машина. Я очень думала, уверена, что вы скажете, что женщина больше подверженная. Нет, есть, да, да, да. И мужчины, ну, как 50 на 50, ну, вообще, говорю, то есть, более эмоциональные-то у нас женщины. И они, то есть, на красоту более, то есть, ведутся. Тогда, если это женщина, то пускай тогда ей покупают все-таки машину тот человек, который уже покупал. Который уже разбирался, да, да. Либо друг, либо там, может быть, да. Да, 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 кто знает, там, разбирается. Кто-то знакомый, либо муж это пускай делает, да, там, как-то, чтобы эмоции вперед не шли. Да, абсолютно верно. Хорошего знакомого, родственника, кто уже ранее покупал, регистрировал, то уже что-то, то есть, в этой кухне разбирается. Лучше к такому человеку обратиться, чтобы не попадать в уловки мошенников. Вот еще про фальшивые документы. Их как-то можно отличить визуально? Может быть, как-то чего-то там не хватает, чего должно быть на документах, которые на самом деле настоящие? Как отличить фальшивку? Или такого визуально так невозможно? Визуально, конечно. Только ты все проверяешь, проверяешь, проверяешь. Конечно, можно. На бланк официальный, да, ПТСК, она вот по составу другая идет. Допустим, если поддельная китайская, в основном китайская, либо цветная, да, там уже как А4 бумага идет. А также надо смотреть на вводные знаки, то есть, когда вот, ну, как деньги, да, вот купюры денег там, там же видно то, что там. Определенные вводные знаки, где можно проверить. И вообще, то есть, состав бумаги, он вот, наши спецпродукции, паспорта транспортного, она как денежная, это более похоже на денежную. Они вот как А4, она же у нас эта откладкая такая, сразу видно, что она обычная бумага. То есть, потом еще цвет такой желтоватый бывает. Это вот, на самом деле, вот обычным людям тоже так не каждый разберется. Я вот подумала, вот есть же курсы, да, где учат автовождение, вот они там все новички, все первочки. Вот если там им преподавать, вот такую вот лекцию читать, вот как это потом, когда вы будете покупать свой автомобиль, вы уже тут научитесь. И вот прям все-все пошагово, чтобы меньше было у мошенников возможности как-то нажиться на незнании людей. Потому что все получается, мы просто неинформированы, мало информации. Стоит только информации получить больше, тоже начинаешь быть и осторожнее, и внимательнее, и бережнее к себе и к своему окружению. Не приходила вам такая мысль в голову? Из-за этого еще и заработать. Мы сейчас уйдем на короткую рекламу, и в третьем блоке мы продолжим говорить о том, как себя обезопасить мошеннику. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Третий блок, последний. 32 00 66 32 11 66. Телефоны прямого эфира, по которым вы можете позвонить в нашу студию и задать вопросы нашим гостям, людям, которые знают все, как правильно приобрести автомобиль. И сейчас в наше неспокойное время внимательность и осторожность нужна вдвойне, потому что цены вырастают, народ хочет вложиться в автомобили, в квартиры и так далее. И нужно быть предельно осторожными, потому что, возможно, именно это время для мошенников является таким очень вольготным, когда можно под эту общую шумиху, под такие состояния тревожные людей, можно как-то снизить их внимательность. И следующий вопрос я попрошу вас рассказать. о том, какая ответственность ждет тех, кто все-таки решил приступить к закону и как-то нажиться на чужих деньгах. Ну, за подделку документов предусмотрена уголовная ответственность по статье 327 УК РФ, за подделку уничтожения номерного агрегата статья 326 УК РФ. В прошлом году... А там что в этой статье? Мы же так на память не знаем про что там. Это именно имеется в виду подделка... Нет, что там грозит? Грозит лишение свободы до трех лет, либо оплата штрафа. А штраф какой? Штраф достаточно большой. Точно сейчас не могу сказать, но... Больше машины? Да, да, да. Больше стоимости машины? Примерно так, наверное, будет. В прошлом году за подделку документов выявлено... Передано два материала в территориальный отдел. За уничтожение маркировки 48 материалов передано в первый отдел полиции. У вас есть данные по статистике? Да, да. На сколько эти... И хочу довести то, что по данным материалам возбуждено 7 уголовных дел. То есть по признакам уничтожения и по признакам подделки документов. Это вот с начала этого года? Нет, это за прошлый год. Прошлый год, 21 год. 21 год. Это много или мало? Это количество растет? Вы представляете то, что это... Как можно сказать? Разделите на месяца, вот, допустим. Сколько машин этого является? Ну, больше, чем полгода. Если раз в месяц. Да, получается так. Ну, это много, вот если сравнивать с прошлыми? Или это повышается, или это понижается? По сравнению позапрошлым годом, да, за 20-й год, допустим, 38 было. Осталось 7? Да. А в прошлом году 48. А, наоборот. Да, побольше стало. По сравнению. Вроде бы мы информируем население, да, вроде бы мы как-то в интернете столько времени проводим, а получается, что мошенников шансов становится больше. То есть с чем связано, на ваш взгляд, с развитием каких-то вот технологий, с тем, что люди читают вот как-то невнимательно ту информацию, которая им подается? Ну, во-первых, как мы ранее говорили, это люди не покупают у собственника, люди не указывают настоящую стоимость транспортного средства. То есть в первую очередь нужно указывать, заключать договор, проверив паспорт человека, увидев, что это на самом деле Иванов Иван Иванович, а не Вася Пупкин, да, который продает. То есть наоборот тогда вот именно то, что у нас. В первую очередь это надо покупать у собственника. Кто, который указан в паспорте транспортного средства, либо свидетельство регистрации. То есть это все равно очная встреча должна быть, личная встреча. Обязательно. А, наверное, потому что мы все привыкли делать сейчас вот онлайн, да, там, вот виртуально. Нет, это, то есть, как вы говорили ранее, посредники, третьи лица, как в народе говорят, перекупы. Да, покупают у перекупа и потом не могут догнать там, то есть договор на договоре, договор на договоре, и потом третьи вот ниточки нужно плести и отыскать, кто на самом деле, кто и как, что сделал. Да, потом концов не найдется. И через суд они это все уже начинают судиться и так далее, так далее. И вот возникают такие проблемы. Если резюмировать вот сегодняшнюю информацию, которую мы предоставили нашим слушателям и зрителям, если коротко сказать, собирается человек покупать автомобиль. Первое, что он должен сделать, он должен лично, видеть человека, который владеет этим. С кем заключается сделку? Кому передают денежные средства? Вот приходишь, встречаешься, машина понравилась. Сравнил номерные агрегаты, посмотрел паспорт. На самом деле он ли продает? Лицо сравнилось. Да, идентифицировать надо. Идентифицировать по паспортным данным, по фамилии, имя, отчеству, кто указан в паспорте транспортного средства. Если же вы берете с другого города вновь везенное иностранное транспортное средство, Япония, Китай или что-то будет такое, да? То нужно, соответственно, смотреть, кто вез, кто же. Там все указывается в таможенно-приходных документах, кто таможене платил, кто декларировал и так далее. То есть это конкретно нужно какое-то время садиться и разговаривать с этим человеком. И лучше с тобой в компанию взять уже того, кто такие сделки уже совершал. Ну, еще вот такой момент есть, да? Люди расплачиваются после регистрации транспорта. То есть сначала ставят машину на учет, потом уже дают деньги. Тоже обезопасить себя. Потому что транспортное средство, мы, как говорили вам ранее, осматривается. То есть соответствие номерных агрегатов. Если выявление, что она, то есть номерные агрегаты были как-то поддельные, то есть разрезаны, там сварены и так далее, и так далее. Либо документы выявляются при регистрации госинспектором. То, соответственно, он же деньги еще не передал. До регистрации, получается, человек проходит определенные административные действия. То есть осмотр, там проверка наличия документов, проверка по базе данных. То есть там несколько этапов, получается, идет. И полная проверка вот прошла, вот все, они оформились друг с другом, заранее договариваются. То есть как предварительный договор купли-продажи по ГТП или как называют, вот такой можно заключить. И потом уже после оформления уже на месте уже можете сделать так. Если вот прямо никак не получается по-другому, как мы ранее примеры вам предоставили. То есть вот такой есть вариант. И человек, который планирует покупку автомобиля, он может, в принципе, непосредственно обратиться в ваше отделение за разъяснением, за помощью, за регистрацией машины. Да, у нас по юридическому тракту, да, в операционном зале имеется администратор зала. То есть человек может, грубо говоря, подойти, там проконсультироваться, там уже наличие документов, что необходимо пройти и так далее. Инспектор все объяснит на месте. Есть ли какие-то алгоритмы, как вас проще найти, может быть, я не знаю, там телефон вы озвучите, или чтобы быстрее зарегистрироваться на прием к вам, может быть, где-то можно пройти онлайн-регистрацию, или все гораздо проще? Да, можете зарегистрироваться через портал государственных услуг на регистрацию транспортного средства. Это если уже конкретно вы хотите уже подойти, зарегистрировать транспортный, после приобретения, мы имеем в виду, да, там регистрируетесь, выбираете время себе удобное, в это время подходите, подходите к администратору, администратор вам дает заявление, все объясняет, что вам нужно сделать и так далее. Проходите осмотр транспортного средства, после чего заходите к инспектору и получаете государственную услугу регистрации транспортного средства. Это вы говорите для тех, кто хочет продать свой автомобиль, или кто уже купил? Кто уже приобрел. Кто уже приобрел, да. У вас очень такое сложное для меня название отделение технического надзора и регистрационно-экзаменательной работы ГИБДД МВД по республике Сахаи-Якутия. Я даже думала спросить, вы экзаменуете ГИБДД, если просто рассказать о вашей службе, чем вы занимаетесь еще, кроме вот того, что мы сегодня сказали, может быть, чего-то мы упустили. У нас еще есть 5 минут, 6 минут до конца, ой, нет, меньше, 4 минуты до конца эфира, и, может быть, вы немножко расскажете о своей работе. Ну, я хочу поправить, да, там у нас не отделение, а отдел, межрайонный отдел технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы. То есть в нашем отделе имеются 3 отделения. Это регистрация транспорта, это экзаменационное отделение и отделение технического надзора. Вот как раз мы с регистрационного отделения по регистрации транспорта. Вы ручаете, остается 3 минуты, я вроде бы уже все спросила. Да, ну вот, как сказали, регистрация, это мы регистрируем транспорты, экзаменационное отделение у нас принимает экзамены, то есть вновь появляются водители, и вот их они как раз экзаменуют. Это как раз те, которые вы прошли школу, автошколу, да, обучение в автошколе? Да, 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 автошколу, лишенные прав, водительских прав тоже, соответственно, сдают у них. Вот, и идет у нас, то есть технадзор, это у нас вот технический надзор транспортных средств, техосмотр и так далее, и так далее, вот это. Насколько часто встречаются водители, которые лишенные водительских прав, но они все-таки все равно находятся за рулем своего автомобиля и все равно ездят, выезжают. Мы все знаем, что есть такие случаи. Насколько часто вы вот... А, у нас есть телефон, отлично, меня выручат сейчас слушатели и зрители. Алло, здравствуйте. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владимир из города Якутска. Да, Владимир. Такой вопрос, почему так мало аккредитованных этих пунктов техосмотра? Почему такая очередь создалась везде, вот, в городе Якутске? Невозможно вообще в техосмотр пройти нормально. У нас сейчас вообще в Якутске много очередей, пробки, и на остановках много людей. И вот, оказывается, и у вас есть очереди. Владимир, спасибо за звонок. Большое спасибо. Да, техосмотр сейчас проводится. Сегодня, допустим, сколько... Ну, у многих были, да, техосмотры, да, диагностические карты. Это имеется в виду по категории В. Но по категории ДС пока, к сожалению, приостановлены в связи с отсутствием аккредитации. Аккредитация не проходит, то есть уже не у нас. Там не зависит от госавтоинспекции, потому что техосмотр проводят часть, грубо говоря, частные лица организации. Вашей службе вообще для вас самое сложное что? Сложно ответить. С чем сложнее всего? Когда сталкиваетесь? Да, таких сложностей нет. В принципе, все сейчас уже электронно проходит, проводится, да, все, база электронная, там, техосмотр тоже, все уже мы смотрим, баз данных. Я просто думала, может быть, сложно, вот вроде бы говорим, говорим, а донести какой-то информации до населения, вот так, чтобы не было вообще таких вот ситуаций, когда попадают в лапы мошенников, никак не получается. Но я надеюсь, что наш эфир вот в этом очень поможет нашим слушателям и зрителям. Я Елену Владимировну Гуляеву благодарю за организацию сегодняшнего эфира, за гостей. Первый блок я вспомнила, что мне Георгий Михайлов помог гостей организовать, немножко перепутала. Слушатели и зрители, я благодарю за внимание, вам желаю безопасности для себя лично, которую вы сами себе можете организовать путем той информации, которая существует, ее просто нужно услышать, найти и как-то взять для себя. Всем спасибо за внимание и всем хорошего вечера. Будьте здоровы и будьте рядом со своими близкими. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!